Без предмета нет тени, а без противников драки не бывает. Но у профи бойцов всегда есть новый противник и тень былой славы. Приветствую вас, круглобокие пельмешки в тарелке монаха. С вами Федорович, а сегодня мы посмотрим на кровную и ужасную месть шаолиньского монаха Елонга, одному из величайших бойцов муай-тай, Буакаву Банчамеку. Иногда диагноз убивает человека быстрее самой болезни, а вот у бойцов удары убивают быстрее старости. Прежде чем мы начнем просмотр эпичной битвы, я скажу пару слов про ее героев. Елонг, китайский боец кунг-фу, который сам называет себя монахом шаолинь номер один. Но справедливости ради, я хочу вам сразу сказать, что наставники и руководство истинного храма шаолинь категорически отвергает какое-либо причастие Елонга к их храму и утверждает, что он никогда у них не занимался. И если мы посмотрим его биографию, это действительно так. Он начал заниматься сам, то есть был самоучкой. Конечно, не исключено, что в дальнейшем он тренировался в залах, но в каких именно, такой информации нет. А его техника и манера боя в ринге – это однозначный кикбоксинг, возможно, склоняющийся в сторону ушу Саньда. Все, что есть у китайца от шаолиня – это желтые штаны, которые он одевает на каждый бой и его пиар в этом направлении. Но как монета имеет две стороны, так и эта информация может вызвать насмешки, а может и уважение. Ведь получается, что мужик сам начал тренировки и дошел до профи ринга. Мало того, что дошел, он вышел на мировой уровень. Может, не как супер-боец, но как всем известный мастер шаолиня точно. Так что можно сказать, что у пацана все получилось. И он реально является хорошим бойцом. Без обыкновенных людей не бывает великих, а без проигравших не бывает победителей. И в нашем бою они также будут. Но сначала пару слов про соперника Илонга – легендарного Буакава Банчамека. Я думаю, особо рассказывать что-то про этого монстра лишнее. Большинству из вас он и так знаком. В свои лучшие годы Белый Лотос был лучшим из лучших и дважды побеждал на Кайуан Макс, после чего просто уничтожал всех бойцов в Европе на топовых турнирах. Таким образом, имея за плечами более 300 боев. Человек может все, но ему обычно мешают страх, лень и низкая самооценка. Но только не нашим сегодняшним бойцам. Кстати, в их первом бою, который состоялся полтора года назад, в июне 2015 года, Буакав выиграл решением судей. А это говорит о том, что монах не так прост и смог продержаться против легенды все три раунда. Так что в реванше Елонг очень хотел поквитаться и за полтора года усиленно осваивал силу Чи, изучая технику парящего слона и практикуя смертельный коготь морского конька, что дало ему отличные результаты. Ведь за это время он одержал 9 побед и ни одного поражения. Поэтому выходил на бой с легендой, очень уверенным в своих силах. А если отбросить шутки, то, возможно, он даже приглашал на спарринги мастера стиля орла и змеи, великого Матвеева. Но это, конечно, навряд ли, так как после таких спаррингов он бы до боя не дожил. Но его результаты говорят про отличную подготовку. Ну да ладно, хорошо соловью песни петь, да леса голодная. А вы наверняка уже хотите посмотреть и проанализировать наш бой, который состоялся 5 ноября 2016 года и оценить технику кунг-фу против муай-тай. Поэтому любуйтесь. ПОКОЮТ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok